Стоимость смартфона Mate V7, оснащенного тройной фронтальной камерой, доходит до 1580 долларов. Сегодня состоялась официальная премьера смартфона Mate V7. Новинка впечатляет не только незаурядным внешним исполнением и тройной фронтальной камерой, но и ценой, если базовая версия стоит всего 695 долларов, то за топовый вариант под названием Tonino Lamborghini Limited Edition производитель просит ни много ни мало, 1580 долларов. Для сравнения, примерно столько же должен стоить первый складной смартфон Samsung с гибким экраном Galaxy F. Mate V7 Tonino Lamborghini Limited Edition символизирует чистый и непревзойденный дух качества семейства Lamborghini. А еще в отделке используется телячья кожа с высококачественным тиснением и изготовленные вручную детали из 18-каратного золота. Пожалуй, это все, что надо знать будущему владельцу смартфона. Оригинальный Mate V7 выглядит попроще, хоть и не намного. Аппарат построен на SOX Snapdragon 845 и имеет 8 гигабайт оперативной памяти. Объем встроенной флеш-памяти 128 гигабайт у обычного Mate и 256 или 512 гигабайт у спец-версии. К слову, интерфейс последний тоже отличается от интерфейса обычного V7, в нем иные значки, заставки и обои с соответствующими логотипами. Фронтальная камера смартфона представлена датчиками изображения разрешением 8, 12 и 20 MP. Как пишет источник, она может делать снимки и разблокировать смартфон в условиях очень слабой освещенности и даже при полном отсутствии света, для этого применяются специальные алгоритмы. А в основной сдвоенной камере с датчиками разрешением 12 и 8 MP имеется система оптической стабилизации, дополненная электронной стабилизацией. Из остальных особенностей смартфона можно отметить экранов диагональю 6,21 дюйма разрешением 2248 на 1080 пикселей, аккумуляторную батарею емкостью 3400 мач и iOS Android 9,0. Mate и V7 в Китае можно будет заказать с 24 декабря, а реальные продажи стартуют 8 января. Субтитры создавал DimaTorzok